Для начала необходимо нарезать огурцы. Выдавливаю теперь 3 зубчика чеснока. Все хорошо перемешиваю. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась! Обалденный запах! Слушайте, это что-то невероятное! Всем огромный привет, мои дорогие и любимые, самые хорошие подписчики и гости канала! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня я с вами поделюсь шикарным рецептом. Это самая лучшая альтернатива любому корейскому чимчи. Если нет возможности приготовить чимчи или хочется чимчи кушать, вот прям сразу приготовил и кушать, все, вот этот салат именно то, что надо. Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить чимчи по-корейски из маринованных огурцов. Мы начинаем! Чтобы приготовить необычный салат из маринованных огурцов, нам потребуются маринованные огурцы. Здесь у меня 600 грамм огурцов, две большие луковицы, общим весом на 450 грамм. Один болгарский перец у меня здесь, разделила я его на 4 части, общим весом получился на 150 грамм и огромное количество специй. Какая же корейская кухня без огромного количества специй, правда? Значит из специй мы берем пол чайной ложки острого красного перца, одну чайную ложку паприки, пол чайной ложки кориандра, треть чайной ложки черного перца, 1 чайная ложка сахара и соль по вкусу. Учитывая, что у меня маринованные огурцы, просолены они в достаточном количестве, из расчета на лук и болгарский перец я положу пол чайной ложки, а также нам потребуется 1 столовая ложка растительного масла и 1 чайная ложка уксуса, а также нам потребуется 2 чайные ложки соевого соуса. Для начала необходимо нарезать огурцы. Огурцы нарезаю сначала пополам вдоль вот так и на полукольца, не очень мелко, вот так примерно по 3 миллиметра. Огурцы у меня бабушки Жени, это Алексея мама делала. Смотрите какие даже есть малышки, если вот такие вот малышки, соответственно я пополам делить не буду, а сразу вот так кружочками нарезаю. Если огурчик пошире, я его разрезаю пополам. Сейчас нарежу огурцы, затем покажу, что делать дальше. Огурцы я нарезала, отправляю в чашку, в которой буду заправлять салат и пока в сторону. Далее лук. Лук нарезаю сперва вот так пополам, а затем не поперек, как мы обычно режем, а вот так. Стараюсь это делать как можно тоньше. Получаются вот такие пластинки, тоненькие, видите? Лук я тоже нарезала, отправляю к огурцам. Ох, как много лука получается. Очень должен быть вкусный салат, я обожаю маринованный лук. Так, далее болгарский перец. Болгарский перец нарезаю просто тонкими полосочками. Вот так. Получается болгарский у меня разделен на четвертинки и теперь четвертинки нарезаю просто полосочками. Вот так. Болгарский я тоже нарезала, отправляю к салату. Все, друзья, все, что необходимо нарезать, я нарезала. Жарить ничего сегодня мы в масле не будем. Лук у нас свежим мариноваться будет. Выдавливаю теперь 3 зубчика чеснока и заправляю специями. Пол чайной ложки острого красного перца, 1 чайная ложка паприки, пол чайной ложки кориандра, треть чайной ложки черного перца, 1 чайная ложка сахара, соль по вкусу я кладу пол чайной ложки, столовая ложка растительного масла и 1 чайную ложку семидесятипроцентного уксуса. Все хорошо перемешиваю. Ох, запах какой уксуса! Вот так прям хорошо обминаю лук, чтобы он прям в уксусе в семидесятипроцентном хорошо замариновался. Вот так и перемешиваю с огурцами. Если можно так выразиться, то это блюдо можно назвать, мне кажется, хеи из огурцов маринованных. Много лука, уксус, ох, все как любят корейцы. И отправляем еще в салат 2 чайные ложки соевого соуса. Все перемешиваем хорошо. Такой красивенький получается салат, аппетитный, очень-очень классный. Отличная замена любому корейскому чимчи. Знаете, сейчас во времена не очень простые для всего мира. Чимчи у нас уже заканчивается, а чимчи-то хочется. И вот оно, палочка-выручалочка прям. Огурцы у меня всегда в кладовке лежат, либо мамины, либо бабушки-женины. Лук у нас тоже с запасом закуплен. И болгарский перец, если даже вот у меня свежий завалялся в холодильнике, если даже не свежий, то всегда есть в заморозке у меня. Пожалуйста. Чимчи за 5 минут называется. Вот такой отличный салатик. Также у меня в заморозке припасена зелень. Это у меня лук зеленый. Положу его сюда грамм 20. И кинза замороженная тоже грамм 20. Это не обязательные ингредиенты, это по желанию. Мы ее заморозили в достаточном количестве, поэтому я кладу. И дубль третий. Все опять хорошо перемешиваем. Вот так. Зелень разминаю и перемешиваю. Если у вас есть свежая зелень, то это даже еще лучше. Друзья, посмотрите, вот такой аппетитный салатик у меня получился. Ему необходимо дать настояться, поэтому я убираю в контейнер. Хорошо вот так утрамбовываю. Честное слово, этот салатик прям палочка-выручалочка. Банально, когда пришли, например, гости, просто положить маринованные огурцы на стол, да? Банально, скучно, неинтересно. Каждый так может сделать, да? А если вы накрошите туда вот так вот огурчиков... Блин, что-то не поместилось. Что-то я не рассчитала. Перекладываем. В общем, придут гости, открывайте огурчики, быстренько крошите туда болгарский перчик, лучок, специи и вуаля! Салат за 5 минут. Шикарный корейский салат за 5 минут. Все, я как всегда делаю это все с вечера, поэтому отправляю в холодильник салатик настаиваться. Завтра красиво выложу на тарелку и покажу еще раз. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась! Обалденный запах! Слушайте, это что-то невероятное! Мне уже не терпится попробовать этот салатик. Я всех приглашаю на мой мукбанк-канал пробовать эту вкусноту. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр! Всем пока-пока! Приходите еще! Увидимся завтра!